Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «День города». Неделя обещает быть насыщенной, а пока главные новости понедельника. Смотрите выпуски. Майя Мишель, Файвста Фэмили и Рязанский Касапуз. Свой праздник Рязань будет отмечать три дня. Сохраняя наследие, у нас стартует традиционный форум древних городов. Сплетение традиций православные отметили. Яблочный спас. Уже в эту пятницу рязанцы отпразднуют 928 годовщину города. Мероприятия пройдут с 25 по 27 августа на разных площадках. Торжество состоится как в центре города, так и в спальных микрорайонах. О том, какие сюрпризы ждут рязанцев, сегодня рассказали в городской мэрии. Музыкальная, юмористическая, спортивная и вкусная программа ждет рязанцев на День города. Одна из главных площадок – Лыбецкий бульвар. 25 августа здесь пройдет гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство», где любой желающий может посетить кулинарные мастер-классы. И в этом году мы вновь совпадаем с форумом древних городов по датам проведения. Итак, тема, она общая для форума и для нас – юность древнего города. И эта тема пройдет нитью через все мероприятия. В пятницу вечером в Зеленом театре Центрального парка «Культура и отдыха» вас ждет уже третий по счету – фестиваль «Поющий косопус». За призы поборются 23 рязанские команды КВН. По словам организаторов, скучно точно не будет. Открытая площадка Зеленого театра уже в прошлом году собрала более тысячи зрителей на данное мероприятие. И каждый раз мы приглашаем в качестве почетного гостя известную команду КВН. На сегодняшний день это команда КВН из Беларуси, чемпион 2022 года, команда «Доктор Хаус» из Могилева. Ребята очень классные. 26 августа активные рязанцы смогут принять участие в спортивном марафоне. Старт в лесопарке. А 27 августа на площади Победы распахнет в свои двери настоящий центр креативности. С выставками, лекциями и крафт-маркетом. Вечером в 7 часов для всех жителей города мы организовываем большой концерт. В 7 часов будут выступать рязанские коллективы. С 8 часов у нас два хедлайнера. Это группа «Моя Мишель» и «Файста Фэмили». Вот поэтому ждем большое количество жителей города. Движение также предупреждает, чтобы с вечера перекрыто. Так что, чтобы люди планировали как-то свой график. Подробную программу трехдневного празднования можно посмотреть на сайте городской администрации. Мероприятия в списке достаточно разноплановые. Поэтому каждый рязанец обязательно найдет что-нибудь по душе. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Шестой раз Рязань станет площадкой для международного обсуждения вопросов сохранения культурного наследия, традиций, развития туризма и городской среды в городах старше 500 лет. Уже 23 августа стартует очередной форум древних городов. С первого форума с 2018 года Рязань посетили делегации более 60 государств, 200 городов. Ведущие российские международные эксперты. Проведено свыше 400 мероприятий. А площадки форума посетили 120 тысяч гостей. И даже пандемия не помешала проведению. Хотя многие мероприятия тогда и прошли в режиме онлайн. В этом году культурная программа наполнена яркими интересными событиями. Церемонии открытия и закрытия. Десятки концертов, театральных программ, интерактивные мастер-классы и тематические выставки. Идея форума сама и миссия этого форума – это содружество, это сотрудничество. Это вот такая теплая, душевная и дружеская атмосфера, в которой мы надеемся, что будет царить на всех мероприятиях нашего форума. В год педагога и наставника мы выбрали тему «Юность древних городов». И нас всех ждет насыщенная деловая и культурная программа, в которой примут участие в этом году уже подтвердили представители из 70 городов, 13 стран мира, как в очном, так и заочном формате. Важное место в деловой программе будет отведено центральной сессией «Время первых исторический контекст», а также семинару «Древние города, как столпы единого духовного». Особенность этого года мы распределили наши площадки для проведения форума по особым тематическим направлениям. Итак, Лыбецкий бульвар станет площадкой академического и народного искусства. Верхний городской сад впервые задействуется в рамках форума. Это инновационная площадка для молодежи, для каких-то творческих открытий, проектов, для проведения анимационных программ для детей. Рязанский Кремль, безусловно, эта площадка также станет одной из основных. И это территория исторического прошлого, духовного наследия России. И мероприятия форума пройдут у нас и в наших государственных учреждениях культуры, в художественном музее, в библиотеке имени Горького, в Центре народного творчества, в Рязанской областной филармонии и в Музее истории молодежного движения. В культурную программу в этом году войдут дивные гости, выставка ярмарка народных промыслов, ярмарка локальных брендов, всевозможные выставки и концерты. Подробная программа мероприятия опубликована на сайте форума и в социальных сетях. Партнер программы «День города» – выставка продажи икра и рыба камчатская. Вкусные и свежие морепродукты с Дальнего Востока возле торгового центра «Премьер» до 26 августа включительно. В прокуратуре Рязанской области организована очередная горячая линия. Напомним, на прошлой неделе ведомство объявило номер, по которому можно обратиться с вопросами, касающимися СВО. Теперь горячая линия работает еще и по вопросам обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. О нарушениях в рассматриваемой сфере жители региона могут сообщить по телефону 8 910 631 08 17. 19 августа православный мир отметил один из важнейших праздников – преображение Господне. Традиция зародилась еще в IV веке. В этот день христиане вспоминают события, когда Спаситель явил свое божественное величие близким ученикам – апостолам Петру, Иоанну и Иакову. Сегодня в народе праздник известен как «Яблочный спас». За 40 дней до своей смерти на Голгофе Иисус Христос в сопровождении учеников Петра, Иакова и Иоанна отправился помолиться на гору Фавор. Во время молитвы на вершине горы ученики увидели, как учитель их преобразился и просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. Также перед глазами удивленных учеников предстали и два великих ветхозаветных пророка – Илья и Моисей, которые говорили с Господом о его последних днях жизни, страданиях и смерти. Апостолы были поражены и наблюдали за происходящим. Вдруг на гору опустилось светлое облако, из которого ученики услышали голос «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Это был голос Бога Отца. Испугавшись, апостолы пали ниц. Тогда Иисус сказал им встать и не бояться. Когда ученики поднялись с земли, то не было рядом ни ветхозаветных пророков, ни облака. Стоял перед ними только учитель в привычном образе. Иисус запретил Петру, Иоанну и Иакову раскрывать тайну преображения, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых. Так записаны события сегодняшнего дня в священных писаниях. Христос есть Бог и есть человек. И апостолы до этого времени видели только его человеческую сущность, но перед его крестными страданиями он захотел их уверить и в своем божестве. Поэтому он на этой горе являет им свою божественную славу, которая от них была сокрыта. И они становятся причастными к этой славе, потому что здесь мы понимаем, что каждый из нас, восходя в гору добродетелей в течение нашей жизни, тоже призван к преображению, призван к изменению, призван к свету в душе. Преображение переводится с греческого как изменение формы, превращение в другой вид. Смысл преображения Господня в том, что так Иисус Христос показал, что в нем соединяются сразу два естества – человеческое и божественное. Полное название праздника – преображение Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как считает богослов Иоанн Златоуст, Господь преобразился для того, чтобы показать свое следующее предшествие на небесах во славе и будущее преображение человеческого естества. Явление Моисея и Ильи, один из них был уже мертв, а второй был взят живым на небо, по мнению Златоуста, означало, что Христос властвует над смертью и жизнью. Христос, преображаясь именно в человеческой плоти, которую он на себя воспринял в своем Рождестве, показывает, что и мы способны также преобразиться, но преобразиться в будущей и вечной жизни, которой мы и стремимся. Яблочный Спас – так в народе прозвали праздник преображения Господня. Спас – это сокращение от слова «спаситель» – еще одно имя Иисуса. По ветхозаветной традиции 19 августа верующие несут в храм плоды первого урожая, чтобы осветить их и поблагодарить Бога за дары. В праздник преображения освящаются плоды нового урожая. Это виноград в первую очередь, овощи, читаются особые молитвы для того, чтобы испросить Божие благословения на наш труд. Почему? Потому что начатки нашего труда, начатки нашего урожая мы приносим Богу в дар. И, конечно, сегодня эта традиция сохраняется, хотя немножко утрачивается смысл ее, потому что мы покупаем эти овощи и фрукты в магазине. Главное, между тем, не забывать о сути праздника – события преображения. Марина Ковисарова, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Почти без половины игроков основного состава провел очередной матч регулярного чемпионата футбольный клуб «Рязань». Например, в запасе остался главный бомбардир команды Вячеслав Пурак. И этому были свои причины, о которых расскажем далее. Оба предыдущих домашних матча «Рязань» провела, что называется, шашками на голо, отгрузив соперникам аж 10 мячей. Возможно, нечто подобное могло произойти и в матче с дублерами хабаровских армейцев. Но довольно плотный календарь, через три дня значилась кубковая встреча, выбора наставнику «Горожан» Максиму Швецову практически не оставил. Он провел серьезную ротацию основы, впрочем, по первым минутам этого не было видно. Рязанцы ушли с места в карьер, все чаще угрожали воротам гостей и на 23-й минуте получили право на пенальти. Максим Галиев шансов вратарю не оставил. 1-0. Мы не опустили голову, пропустив мяч. Мы верили в игру, верили в себя. И я рад за них еще раз только то, что я им сейчас уже сказал, что они в себя поверили. Вот это важно. Поверить в себя хабаровчане смогли еще до перерыва. В самой концовке первого тайма они сравняли счет ударом с 11-метрового, а практически со стартовым свистком второго вышли вперед. Удачно подставил ногу под прострел с фланга Нуртеллег Сулайманов. А дальше пошла позиционная борьба. Гости включили тактику мелкого фола, атаки рязанцев рушились. В итоге гости довели матч до победы. 2-1. Если первый тайм, мы в принципе играли в тот судьбол, в который пытаемся играть с первого тура. Было достаточно неплохое движение. Были хорошие взаимосвязи. Было достаточно моментов для забития больше, чем одного мяча. Но, к сожалению, подломил нас пенальти в конце первого тайма. Ну и, естественно, добил в начале второго тайма еще один пропущенный мяч. И после этого вся наша структурность рассыпалась, появилась спешка. 22 августа рязанцы стартуют в Кубке России. В 1-64 финала их соперником станет старый знакомый – Космос из Долгопрудного. И здесь, похоже, на поле выйдет основной стартовый состав. Камчатская изобилие снова на прилавке ярмарки продажи возле торгового центра «Премьер». Икра и рыба камчатская в Рязани до 26 августа включительно. Вкусные и свежие морепродукты – залог здоровья. Витамины, жирные кислоты, йод, который, кстати, в нашем регионе в дефиците. В этих кусочках содержится все необходимое, чтобы ваше самочувствие было на высоте круглый год. К тому же употреблять рыбу и икру можно хоть каждый день. Диетологи советуют. Высокая жирность в данном случае – не противопоказание, ведь жиры в красной морской рыбе полезные. И показатели белков такие, что не придется думать, как добрать суточную норму. Поэтому включить в ежедневный рацион морепродукты – рекомендация буквально для всех. Вот только найти качественную продукцию вдали от побережья крайне сложно. Но этот вопрос у рязанцев решен. Выставка продажа «Икрай и рыба Камчатская» удовлетворяет спрос на качественную, свежую и вкусную рыбу. Самую лучшую, естественно, чай, вычу. В ней много полезного всего. Не даром индейцы североамериканские заготовляют эту рыбу на зиму. И они ей питаются. Значит, все, что надо для жизни, там имеется. Все понемножку. Приезжаю редко, я очень далеко живу. Поэтому приезжаю, понемножку возьму. Того, сего после пенсии. Тут выбор хороший. И свежие, и все. Да все знают, и все приходят. Все хорошие. Свежие. Жарких дней все больше. Врачи, как один, рекомендуют перейти на более легкое питание. Фрукты, овощи, рыба. И, конечно, морская рыба в приоритете. Кладезь минералов, витаминов и питательных веществ. Летом рыба просто незаменима. Здесь, на ярмарке «Икра и рыба Камчатская» можно выбрать морепродукты на любой вкус. Ассортимент более 35 видов рыбы удовлетворит самый взыскательный вкус. Нерка, тунец, кижуч, палтус и белуга. И, конечно, изюминка мобильной ярмарки «Чивыча», которую вообще сложно найти в продаже. И белорыбица, которая тает во рту. А также красная икра премиум класса. Зернышко к зернышку. Каждый привоз первый день. Беру. Икру беру. Только икру беру. По крайней мере, видим, что берем. В баночках возьмешь, не знаешь, что там. А здесь все видно. И любим, и нужно. Горячего и холодного копчения. С ароматами, которые поражают воображение. Слабо соленое. Каждый, кто попробовал хоть раз, отмечает идеальное соотношение соли и специй к рыбе. Кстати, если сомневаетесь, попробовать можно прямо у прилавка. Продавцы любезно предоставляют любой продукт к дегустации. До 26 августа включительно возле торгового центра «Премьер» у центрального входа. Лучшие морепродукты, которые можно приобрести в Рязани. Попробуйте и станете еще одним постоянным покупателем. На этом все новости к настоящему часу. Будьте в курсе событий вместе с командой телекомпании «Город». С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 21 по 26 августа. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин